всем привет с вами кекс и сегодня я расскажу о своем рецепте сладких блинчиков это не что-то новое не что-то мной придуманное этому рецепту уже сто лет в обед вот но я не им очень часто пользуюсь потому что мне эти блинчики нравятся они становятся очень тонкими очень такими нежными и подходят если делать начинка ну в общем смотрите это один из самых простых рецептов вы знаете что я люблю чем проще и чем вкуснее поэтому смотрите я покупала сгущенку сгущенка у меня я не знаю самое обычное не вареная я буду использовать всего лишь 200 грамм сгущенки то есть ну если банках уже вы смотрите я знаю что если делать на банку которая там идет по моему триста семьдесят четыреста грамм то это как бы получается двойная порция я делаю пол порции на одно яйцо то есть эконом вариант мне чуть-чуть нам на двоих с мужем то есть чуть-чуть нам достаточно в общем смотрите 200 грамм у меня сгущенки здесь плюс в том что нам не нужно покупать сахар и не нужно покупать муку отдельно сюда в сгущенку я добавляю одно яйцо и это перемешаю миксером для того чтобы яйцо мне соединилось сгущенкой если вы будете делать на целую банку то есть вы делаете на два яйца и лучше вот смотрите мне нужно на одну порцию сгущенки добавить две порции воды то бишь есть у меня 200 грамм сгущенки меня надо добавить 400 воды и вот я 50 граммовыми рюмочками вот 8 рюмочек добавлю если вы будете использовать банк это просто вылейте всю сгущенку из банки и потом на одну банку сгущенки две банки воды то есть такой расчет тоже очень прост я так делал раньше просто сейчас мне такая куча блинчиков совершенно не нужна но вот скоро масленица и она мне эта куча понадобится это был репетиционный такой вариант так что пробный на моё количество мне понадобится полтора стакана муки 200 граммовые мои стаканы то бишь 130 грамм муки в одном вот я просею в начале один и перемешиваем миксер можно использовать венчик миксером проще нам здесь не нужна никакая особая воздушность поэтому не стоит бояться что мы муку перемешиваем вместе со всем тестом то есть нам никакие пузыри не нужны мы сюда в это тесто не добавляем никакую соду ничего нам нужно получить очень тонкие почти прозрачные блины красивые как такие должны быть самые настоящие блины и вот еще пол стакана муки я свои добавляю следующим этапом мне нужно будет растопить или 50 грамм сливочного масла или можно добавить просто две столовые ложки растительного то есть чтобы не приставала потом у нас к сковороде но я решила добавить и того и другого потому что как бы сливочное может немножко гореть я вот растопила 25 грамм сливочного масла и это сливочное масло вливаю свою смесь вот и решила добавить одну столовую ложку растительного масла потому что растительное масло моя мама всегда добавляла растительное масло в блины не знаю мне кажется так меньше приставить будет я добавила столовую ложку растительного масла теперь тесто оставляю в покое перемешиваю оставляю в покое минут на 15 даже 20 она у меня постояла чтобы кликовина в муке разбухла так как тесто сейчас еще немножко жидковато и и сейчас посмотрите какое оно станет после 20 минут как она у меня простояла то есть она перестала быть водянистым она стала вот таким густым тягучим и таким как должно быть блинное тесто я очень люблю это тесто потому что не надо покупать никакое молоко не сахар ничего то есть нам сгущенка заменять все эконом вариант я наливаю где-то с пол черпака ну каждого черпаки разные поэтому ориентируйтесь первый блин как всегда комом тренировочный и размазываю и сковородку переворачиваешь покуда мое тесто не остановится то есть по краям чтобы края не были сильно тонкие потому что за счет того что эти блины очень тонкие посмотрите как красиво волдырица за счет того что они очень тонкие у него кончики немножко сложновато подцепить когда первый раз переворачивать то есть я бы вам хотела показать вот видите я поддеваю просто одной рукой держу камеру и мне очень очень неудобно поэтому извините уже перевернула блин двумя руками он очень тоненький уже когда он поджарился другой стороны они прям летают по сковороде если вот в начале то немножко сложновато его перевернуть так как блинчик довольно нежный но тонкий а что вот увидите они прямо вот летают у меня сковорода с антипригарным покрытием но все равно первый раз слегка кисточкой растительным маслом смазала я хочу сделать не просто блины кстати блины я не смазывала кончики растительным маслом они сами отошли и не не были твердыми как у некоторых бывает я нарезала вот так вот филировала апельсин как филировать апельсин есть у меня на канале можете посмотреть если знаете филируйте сами и взбила у меня было где-то грамм 250 300 сливок от тортика осталось и я взбила эти сливки можно взять любую сметану неважно с сахаром просто взбиваете все класс и растопила где-то 5 грамм желатина замочила в водичке как написано там и добавила потом в эти сливки потом взяла киви порезала тоже киви туда кусочками и все это вместе в общем мне нужно было перемешать то есть у меня такая получилась фруктово-сливочная масса и я не буду наполнять свои вкусные вкусные блинчики блины правильно говорю блины наверное простите мне все время ругают девочки за мое неправильное произношение ну извините вот собственно вот такая вот масса у нас получилось и теперь нам нужно завернуть блинчики из этого количества теста у меня вышло 15-16 блинов мы немножко растаскали сразу с оставшейся сгущенкой и я остальные буду вот начинять можно сделать большим рулетом вот так вот то есть плотненько завернуть завернуть и потом когда это все масса у нас желатин хватит и застынет это можно порезать на тарелку и это тоже очень красиво но я решил что так как блин у меня не очень мало я буду делать уголочками их так будет и казаться больше и меньше крема туда уходит и поэтому а так как у меня было немного мне надо было растянуть их на все блины я буду заворачивать вот такими вот уголочками то есть просто по кругу я вот так вот делаю так чтобы у меня было три или три с половиной оборота моего блина и вот и все можно еще сделать так чтобы немножко кончик ну получается чтобы у нас сзади не выглядывал крем можно вот так вот немножко этот кончик в первом обороте немножко под низ спрятать все остальное уже закрыть и вот получается закрыты попкой так сказать я дальше уже не морочила голову не закрывала так как блинчики у меня уже уйдут и вот получилось такая вот куча 30 вот таких вот треугольничком пробуйте это один из самых простых рецептов ставьте пальчики вверх подписывайтесь на мой канал буду очень рада вашим отзывам и комментариям с вами был кекс пока пока